Здравствуйте, уважаемые телезрители и все друзья телеканала «Импакт» и программы «Влияние». Мы рады опять иметь вместе с вами встречу, общение. И более того, я верю, что в этом общении для нас Бог приготовляет каждый раз свои яства, свои накрывает столы. Сегодня в лице Натальи мы с вами будем иметь гостя. Кстати, сказать, мы два гостя. Мы будем вместе вести программу и размышлять над тем, что прошло. Недавно прошла конференция. Поэтому здравствуйте, Наталья. И что вы можете сказать сейчас по итогам конференции? Хотя бы несколько, может быть, предложений. Здравствуйте. Здравствуйте, Шалом Ольга. Здравствуйте все в эфире, все, которые нас смотрят сейчас. Прекрасное время для нас было в этих три дня, которые были в Сакраменто, в Церкви Экклесия, прошла женская конференция. Это была первая конференция. И было прекраснейшее время, потому что даже за тот стол, который вы говорите сейчас, что Бог даже сейчас вот на этот эфир приготовил этот прекрасный стол, Бог приготовил для нас прекрасный стол там во время конференции, на несколько дней. Что для нас было, вот в моем сердце было, чтобы нам приготовить место, куда Бог мог бы прийти. И то, что Он приготовил, чтобы мы могли просто это принять. То есть это ожидание от конференции было при ее организации, да? Да, при ее организации, что Господь хочет для каждой дать. То есть Бог даровал такое слово, Исаии 61 глава, украшение вместо пепла. И поэтому никто из нас, из людей не может дать украшение вместо того пепла, в котором люди проходили или проходят. Вместо той реальности, которую многие видят и называют фактом. Да, только Бог может дать всю свободу, Бог может дать исцеление, укрепление во всех, во всех. И даже интересно, что если кто-то не находится в каком-то пепле, даже просто Бог укрепляет, чтобы туда даже не входить. Либо это было давно, то с этим тоже разобраться. Да. Просто прекрасное время было. И, конечно, были свои переживания, потому что первый раз, когда первый раз делаешь шаги, свои переживания есть на это. И, ну, просто Господь чудесно благословил, все устроил это от первого дня. И даже в первый день являл свою славу через слово. Через слово просто многие получали жизнь в слове, который вы передавали. Для нас это было огромнейшее благословение, чтобы иметь вас как гостью, и как нашу сестру драгоценную, и как нашу, можно сказать, даже и подругу. Просто было прекрасно вот это такое общение иметь. Спасибо. Я думаю, что на самом деле во Христе Иисусе есть вот это родство, которое очень сложно описать словами. Да. Мы его переживаем в духе, мы переживаем один почерк, мы переживаем одну природу, природу любви, природу нежности, природу красоты, потому что вы очень красиво украсили залы, видно было, что это сделали с любовью. И тогда, когда на самом деле приходили женщины, которые точно обращают внимание на красоту. Да. Это же есть в каждой женщине. Да. Она обязательно заметит. Не всегда скажет, но она всегда будет обращать внимание на то, что красиво и гармонично. Поэтому спасибо, спасибо вам за то, что вы решились на этот шаг. И в то же время, я думаю, что каждый раз у Бога на первый шаг есть особая благодать. Это, наверное, точно, да. Ну, я думаю, что не стоит останавливаться, но второй шаг она тоже будет. Надеемся, что начало, когда начало есть, значит, это будет продолжение. Хорошо, пусть Господь в этом поможет. Ну, а сейчас мы можем взять некоторые, может быть, те вопросы, которые возникали, или те темы, которые затрагивались. И здесь уже не все смогли быть на конференции. Может быть, кто-то сможет ее еще просмотреть уже в интернете, на других носителях. Но, по крайней мере, у нас сегодня есть возможность с теми телезрителями, которые в эфире, об этом поговорить. Да. Я бы хотела, знаете, наверное, самая такая большая тема, или много даже вопросов было о призвании. Как узнать свое призвание и как войти в свое призвание? Вот у многих женщин этот есть вопрос. Я даже думаю, что, говоря о призвании, стоит сказать, такие, может быть, тенденции. Люди выбирают призвание из того, что им известно. Но это не тот путь. Призвание надо смотреть там, где оно находится, внутри себя. И если туда не заглядывать, а смотреть только снаружи, и думать, куда же я могу приспособиться, вот где я могу вписаться, то далеко не все находят себе такую нишу, куда они очень гармонично могут вписаться, потому что на самом деле они там ищут. И если рассматривать вообще историю человечества, то мы видим, как многие люди, они так и оставались в таком, скажем, поиске, особенно если взять историю вот именно женщин, то это особый вопрос. Потому что для женщины в каждой культуре есть своя какая-то особенность восприятия, ее призвание в том числе. И всегда безошибочно это, конечно, материнство. Но не все, во-первых, женщины даже ими становятся по ряду причин. Либо, по крайней мере, это есть как часть призвания. Потому что женщина, которая, допустим, имеет призвание в другом, она будет находить усладу от детей, но если только это, то ее будет не удовлетворять. И она может даже более того нести какое-то уже разрушение в семью, потому что у нее нет удовлетворения там, где она должна тоже реализоваться. И от этого ищет причину, не находит где, и слабое звено становится причиной. Или, по крайней мере, когда можно выместить это. Поэтому я хотела бы сейчас, может быть, коротко прочесть некоторые фрагменты. Буквально вчера, когда мы ввели программу с Натальей Шиповал, я просчитывала одно слово, которое мне давал Господь с командой, когда мы выезжали, это слово, связанное с счастьем. Что такое счастье? Мы сделали такой, даже не знаю, как это правильно будет назвать, экспериментом не назовешь, но, по крайней мере, диалог, который мы сделали непривычный для многих людей, когда мы задали вопрос, Господь, скажи нам, что ты думаешь по этому поводу? И каждый записал то, что он уже слышал, и через какое-то время мы все это озвучивали. И вот это озвученное, оно уже становилось целостной картиной. И было интересно наблюдать, как особенности личности, как особенности призвания отражались вот в этих написанных текстах. То есть Бог работает через человека, через личность. Вот даже если мы посмотрим, как Он пишет свои послания, и передает нам через пророков, то каждый пророк имел свою особенность. Какой-то был царский пророк, какой-то был пастух, тот же Амос. И послание, оно соответствует. Соответствует его способности пережить это послание и передать. Может быть, он не все понимал, что он пишет, но все равно часть его личности там была задействована. И когда мы говорим, что авторство у Библии – это Господь, но 39 пишущих это послание – это люди, через которых проходила эта жизнь, проходило это слово. И оно имело свои оттенки. Точно так же в Евангелиях. Четыре евангелиста, четыре разных послания об одних и тех же событиях. Одно направлено для евреев, другое – для римлян, третье – для греков, четвертое – для церкви. И вот каждый имеет свои такие уникальные вещи, которые не повторяются в другом Евангелии. Поэтому, когда мы смотрели вот на эту картину уже в нашем 21 веке, то мы тоже удивлялись, насколько Господь уникален в своем послании в каждой личности. И в то же время это об одном. Да, прекрасно. Даже просто, даже смотрите, Бог даровал нам Иисуса на землю. Потому что мы по-другому, мы увидели просто через Иисуса, что кто мы есть. И кто мы, и кто Бог наш. И кто Бог есть, да. И как он с ним общается. Да. И, кстати, для многих это сегодня как эталон, но к которому нельзя приблизиться. А на самом деле это как раз то, что нам показано, как мы можем жить и взаимоотношения выстраивать с Небесным Отцом. Да. Так вот, на вопрос, что такое призвание, прозвучало несколько сразу таких тезисов. И я прочту не все, может быть, но некоторые из них. Призвание – это больше всего, что тебя волнует и радует. То есть с чего можно начать анализировать себя. То есть есть вещи, которые тебя вообще не трогают. Кого-то они захватывают, а тебя они не трогают. То есть значит точно не в этой сфере твое призвание. А есть то, что тебя очень волнует, очень задевает. И, может быть, ты исследуешь, рассматриваешь, а что же делают люди в этой сфере, и тебя все время это притягивает. Ну, допустим, это если музыкант, либо художник, либо человек-модельер. То есть что-то тебя привлекает. Почему я сейчас говорю вот об этих аспектах, которые вроде бы, может быть, не имеют отношения к церкви? На самом деле, если быть внимательными, то можно обнаружить, что Иисус, Он меньше всего говорил о церкви, а больше всего говорил о царстве. Аминь. Да, это точно. А если Он говорил о царстве, то значит и призвание наше будет реализовано в царстве. А церковь – часть царства. Да. Поэтому у кого-то будет непосредственное призвание в церкви, а у кого-то в церкви получаешь питание и формирование, и призвание твое будет в царстве. И вот эта взаимосвязь церкви и царства, потому что церковь – это столб утверждений истины, но утверждается то, что надо нести дальше, а не просто здесь закрытое и замкнутое пространство. И вот тогда, когда в умах людей складывается, что это замкнутое пространство, то хотят найти все здесь. Но здесь ты получаешь энергию жизни, или, по крайней мере, предназначена церковь для этого, чтобы быть этим столпом, чтобы это утверждение приходило в судьбу каждого человека. А потом это разносить, потом это распространять. И в любую сферу общества, где есть люди, приносить вот эту культуру царства. И тогда человек будет себя ощущать реализованным, потому что он носитель этой энергии. Есть одна женщина, с которой мы знакомы, она сейчас живет в Вашингтоне, но она в России, с Твери, город Тверь, они пастырская семья, и у них очень интересный опыт. Она модельер. И, кстати, очень известный в свое время модельер. Занималась она с ведущими фирмами Европы. И на каком-то этапе Господь к ней просто начал истучаться, и говорить. И более того, даже ее карьера чуть не остановилась, но она стала спрашивать Господь, что ты от меня хочешь? И вот она узнала свое призвание в том, хотя она была женой пастора, она реализовывалась в церкви. Но то, что она получила, это коллекцию, которую надо было сделать. От Бытия до Откровения. И она смогла эти образы воссоздать. И потом выступала, даже в Кремле выступала с этой коллекцией. То есть, когда людей можно евангелизировать через вот такие вот вещи. Да. И это на самом деле идеи, исходящие с неба. Да. И чтобы такие образы принять, и причем, когда она стала уже зарисовывать ткани, когда она стала уже понимать, из чего она хочет делать, то это оказалась очень дорогая коллекция. Как любая коллекция, впрочем, но когда она еще с такой спецификой. И она не знала, где такие деньги взять. И объявился один человек совершенно на другой конференции. Они на другую тему говорили. Он подошел, сказал, мне Господь сказал оплатить вашу поездку в Европу, там даже в Китай, чтобы там шелк закупать. И оплатите поездку и обеспечение. Всего, что надо купить. То есть, Божьи проекты. Да. Они обеспечиваются. Аминь. И поэтому, исходя из этого призвания, исходит от призывающего. Вот еще одна важная фраза, которую услышала и записала. То есть, призывающий – это тот, который нас вызвал к жизни. Да. И более того, записал внутрь нас все свои ожидания. И вот эти желания периодически у нас поднимаются. Мы говорили на конференции о мечте. Да. Это же тоже часть. Да. Это призвание, которое выражено в мечте. Да. И можно сейчас, может быть, немножечко остановлюсь по этому тексту, поразмышлять о мечте. А была ли какая-то у тебя, Наталья, мечта? У меня, наверное, мечты много бывало. И даже были и мечты, и было то, наверное, такое слово. Это не было, как так говорит Господь, слово. Но это было то желание, которое Бог влаживал в сердце. И некоторые из этих желаний, они меня даже в какой-то мере пугали. Или пугают до этих пор. Потому что Бог показывал, что Бог будет исцелять многих женщин. Именно в служении женщин. И это девушки, это маленькие девочки. То есть Бог вложил в меня свою любовь. И сострадание. И сострадание. Вот это вспоможение. Мне хочется кому-то помочь постоянно. Кого-то поддержать, кого-то подкрепить. Если кто-то видит человека потерянным полностью, Бог дарует мне увидеть какую-то жемчужину в этом человеке. Какую-то маленькую вещь, какое-то маленькое слово, которое даст человеку жить. То есть ли у тебя глаза красивые, или что-то у тебя есть красивое. Потому что Бог каждый из нас сотворил прекрасными. И поэтому, наверное, вот эти... Даже во время этой конференции, что много женщин пришло, и много женщин получили и ответы исцеления в определенных сферах. Это для меня просто показывало, что Бог верен своему слову. И если Бог дарует свои какие-то желания, вложит в сердце, Он сто процентов их усуществит. Но до этого есть период. Бог не даст намного больше того, что даже я могу понести, что даже человек, который нас слушает, может понести. И также перед тем, как была, как сказать, дорога к этому, То есть первый раз, когда мне доверили делиться маленьким свидетельством или словом, это было на одном из молитвенных выездов давным-давно. И у меня такая вот пришла моя человеческая уверенность, человеческая уверенность. Я о себе так думаю, ну я сейчас как скажу, как все будет прекрасно, как все будет хорошо. Бог же говорил мне, Бог мне давал эту мечту. Давал это желание в моем сердце, что говорил, что будешь многим служить. И когда пришла я, я не могла сказать ни слова, я ничего не видела, я не могла. Вот такой человеческий позор приходил. И я ехала домой, и у меня вот такое было, что я больше это не буду делать. Но второе было, Бог, ну ты же сказал, помоги мне. Помоги мне, чтобы удалить всякую гордость человеческую. Помоги мне удалить всякое мое «я». Чтобы, знаете, как написано, да, есть что, чтобы нас было поменьше, а Бога побольше. Ему должны расти, а мне умоляться. Да, чтобы просто Господь, Он был возвышен во всех, во всех сферах. И чтобы вот эти какие-то вещи, которые останавливают меня, чтобы они не останавливают. Физические вещи, я говорю, чтобы они не останавливали. Я, наверное, просто это даже делюсь, потому что кто-то из нас сейчас слушает и тоже думает, что у меня были потери. Я что-то пыталась сделать в Божью мечту. Я делала то, что Бог, я верю, что Бог давал или говорил, и провалы какие-то получались. Но если мы смотрим в Писании, даже смотрим в первые многие, много книг в Старом Завете, Иов, Иосиф, Даниил и многие другие, Исфирь, то же самое, они пришли к какому-то моменту, что если Бог сказал, что то что-то сделается, но был момент теста. И, наверное, мы, как люди, мы не всегда сдаем эти тесты в нашей жизни. Так что моя мечта и мое желание, даже, наверное, я еще не готова говорить за это, то, что Бог говорил, я вам, наверное, такую маленькую часть сказала. И я верю, что Бог просто поможет. Может, может, ну, в будущем больше делиться. Но сейчас, наверное, я на этом останавливаюсь. Хорошо, но я все-таки оттолкнусь от того, что уже услышала, потому что на самом деле многие женщины, не только женщины, но и женщины прежде всего, могут быть неуверенными в силу разных причин. И в силу традиционного взгляда на женщин. И в силу воспитания. В силу самооценки, которая тоже из-за воспитания могла сложиться. И в связи с этим есть определенного рода состояние личности, которое, естественно, будет выражено и на поверхности. То есть люди будут видеть вот этот неуверенный образ поведения, либо, наоборот, внешняя уверенность, ну, как бы уверенность, да, она иногда наглостью выглядит. А внутри-то все равно неуверенность. Просто она прикрывается вот так. И человек, который на самом деле уверенный, он не будет наглый, он не будет дерзкий, он будет спокойный. Но это не приобретается вдруг. Например, каждый из нас уверен, что Бог сотворил нас ходить на двух ногах. Но когда ребенок рождается, он почему-то не может на них ходить. Вот все животные уже начинают сразу же. Только выползли, уже они пошли. Еще ножки такие вот у них, но они уже ходят. А люди нет. В чем дело? И тогда, когда ребенок учится ходить, мы терпеливо его учим. И когда на самом деле он первые шаги делает, для нас это восторг. Один, два, три шага – это восторг. А сколько раз он упадет за это время? Но мы все равно его поднимаем, мы все равно ободряем. Мы берем его за руку и говорим, пойдем, получится. Там на ходунке ему придумываем и так далее. То есть, если мы так со своими детьми поступаем, то насколько Господь больше и с большей любовью наблюдает за тем, как мы учимся ходить. Да, точно. А ведь мы учимся ходить именно в своем призвании. Потому что нам там надо овладеть территорией. Потому что там наш удел, там наше удовлетворение, там Божья слава, там Божьи возможности. И поэтому люди, которые не удовлетворены, если нас смотрят сейчас женщины, которые не чувствуют себя удовлетворенными, задайте Богу вопрос, Господь, какую мечту я пропустила? На какое призвание я испугалась посмотреть или даже сделать первые шаги? Если вы будете так спрашивать, Господь вам все напомнит. Потому что Он очень индивидуально будет с вами работать и разговаривать. Но не забудьте, что надо заглянуть в свое сердце. Не вокруг смотреть, где какие вакансии, которые я смогу занять и попробовать себя. Начните с того, что вы на самом деле очень хотели, что вас привлекало, что вас радовало. Может быть, даже не у вас, а у других, но вас всегда это привлекало ваше внимание. И таким образом вы начнете не просто слышать себя, но и преображаться. Потому что Господь будет открывать уже следующие двери. Потому что Он не открывает все двери сразу. Он открывает дверь за дверью. Но входи в ту, которая уже открыта. И более того, если вам кажется мечта или желание, или призвание слишком большим, и оно вас шокирует, то подумайте, а какой Бог вам это призвание дал? Он разве маленький? И Он, в принципе, нас не оскорбляет маленькими задачами. Мне нравится знать это место тоже, что начни что-то делать маленькое, над большим тебя поставлю. Верный в малом. Верный в малом над большим. Что мы, как люди, мы, бывает, видим что-то большое, и мы пытаемся оттуда прыгнуть. Сразу же. Сразу. А потом падаем, и, конечно, больно нам становится. Но если мы делаем маленькие шаги, вот как с детьми. У меня четверо детей. У нас с мужем четверо детей, и они все разные. И даже вот вспомнила тоже, что шаги делали разные. Вот у кого-то более уверенность есть. И надо было останавливать немножечко, потому что он падал постоянно. Второй. Его надо было постоянно вдохновлять. И того, и того одинаково воспитываешь получается. Но есть качество... Личности. Личности, которые Бог вложил. И один поэтому как бы он спешит, он бежит, он упадет, он опять поднимается, и все. А второй немножечко споткнулся даже. Даже не упал. Просто споткнулся и уже... Осторожничает. Осторожничает сильно, да. И вот, кстати, черты характера, они ведь тоже уже часть оснащения для призвания. Потому что вот тебе в твоем призвании будут нужны вот такие черты характера. Это не значит, что другие не надо развивать. Другие тоже будешь развивать, но вот это будут твои какие-то особенные характеристики для твоей личности. Я сейчас еще просчитаю несколько предложений. Все, что приходит от Бога, это невозможно обойти или отклонить без последствий. То есть если это призвание, которое Бог нам сказал о нас, прописал внутри нас, и человек будет его игнорировать из-за страха, из-за, может быть, неуверенности, из-за традиций, и все время откладывать, то это без последствий не пройдет. И вот это последствия, которые бывают очень тяжелые. И в данном случае лучше рассмотреть вообще, хочу ли я таких последствий. Или я хочу удовлетворения. Я думаю, что когда мы говорим, что воля Божья о нас, она благая, угодная и совершенная, то что может быть еще лучше в нашей жизни, даже если мы думаем, что мы о себе могли бы позаботиться лучше. Да это нет, это не так. Потому что мы не знаем всей картины, мы не видим всего целого полотна, и поэтому мы можем сделать ошибки в этом. Да. А вот такой вопрос. Как совместить хорошо? Человек уже, женщина уже знает свое призвание, и все. И как совместить служение и семью? У нее есть семья, и она входит в служение, и она в свое призвание входит. То есть призвание не только в доме своем, а намного шире, вот в Царстве Божьем, вот в церкви. И как ей совместить вот семью и служение? Я думаю, что на разных этапах семьи это разное будет совмещение. Потому что есть момент, когда дети рождаются, есть момент, когда с ними надо проводить больше времени. И если рассмотреть призвание женщины, то ее прямое влияние на детей, такое мощное, происходит до трех лет. От момента зачатия, потому что мы берем период беременности, значит, это около четырех лет вместе с беременностью. И вот тогда, когда ребенок формируется, и когда он уже живет, то оснащение его эмоционально и питание, как физически, так и эмоционально, это функция мамы до трех лет его возраста. А потом это функция отца. И уже вот в этом смысле, когда начинают быть пробелы функции отца, то начинаются проблемы в семье, если отец не видит, что это его ответственность. И поэтому на разных этапах будет разное вливание и маминого, так скажем, и сердца, и участия. Поэтому если говорить о элементарных вещах, когда мы говорим о бытовых вопросах, когда дети должны быть накормлены, когда они должны быть просто чистыми и понимать, что они в заботе, то, безусловно, есть сегодня, слава богу, за такие возможности, и кого-то еще взять в помощь. Ну да. Вот по таким бытовым вопросам, чтобы не страдала семья. Что касается личностного контакта, конечно, здесь это ответственность родителей. Но когда уже дети подрастают, когда уже есть возможность их вовлекать в служение, это будет лучшей стороной дела. Потому что у них, как правило, есть тоже часть призвания, которая идентична с родительским. Согласна. Может быть, не во всей полноте, но какие-то отдельные фрагменты точно будут присутствовать. И поэтому, если они себя будут ощущать нужными и важными в самом призвании родительском, и будут там развиваться как учитель и ученик, или как мастер и подмастерье, то есть ходить вот рядом, как, в общем-то, Иисус формировал учеников, то это будет благом и для семьи, и для детей. Поэтому я не вижу здесь такой вот большой границы, которую вот надо очень сложно переступить. Надо просто посмотреть об интеграции, как это можно соединить, как в этом можно во всем славить Бога. Допустим, ты не можешь уходить из дома надолго, сделай домашнюю группу в своем доме. Да. И будут приходить, допустим, либо сверстники детей, и делать для них, если ты учитель воскресной школы, почему не делать на неделе для детей из его класса такую группу. И ребенку будет приятно, что ты заботишься не только о нем, о его друзьях. И в то же время он будет ощущать себя достаточно, ну, в хорошем смысле, гордым, да, за своих родителей, что он авторитет поднимается. Да. Поэтому вот в этом смысле нужна мудрость, как все это делать, но нет препятствий в призвании, если ты мудро действуешь. Мне понравилось, как вы говорили не один раз, во время даже конференции, такую фразу, что есть у нас глава, да, у каждой жены есть глава муж, но над головой еще есть глава. И если, как бы, вот в нашей семье какое-то есть неустройство, непонимание, даже в плане служения, поговорить с вышней главой, поговорить с самим Господом, и узнать просто, чтобы Бог просто все поставил на свои места. И он, если он устрояет, значит, он устрояет. А если он не устрояет, значит, может, что-то есть во мне, что надо просто поменять и посмотреть, почему оно что-то не происходит, как надо. О чем-то. Поговорить-то надо с главой мудро тоже. Да. Не приносить обиды и боли, просто высказывать Богу о том, что ты вообще чувствуешь. Хотя, конечно, мы с Богом можем и об этом говорить, Господь, мне сейчас больно. Но при всем этом мне больно, но я иду тебе не сказать, как он меня ранил или как он меня не понял, а сказать, Господь, ты знаешь, как сделать его более чутким, как благословить наши взаимоотношения, а что я могу сделать в ответ на то, что я сейчас получила, да. То есть вот такого плана диалог, он будет конструктивный. И очень даже нам, как родителям, если у нас есть дети и находимся в каком-то служении, очень важно, ну, это то, что я увижу, что очень важно иметь чуткое сердце. Ну, опять, если ты будешь в контакте с нашим Господом, ты будешь в общении с Богом, Бог будет давать тебе чуткое сердце. Чтобы чувствовать детей и чувствовать, когда надо им время уделить или мужу. Когда просто надо не переступать через них, а даже если что-то в плане служения надо сказать «нет», не бояться это сделать и просто сказать «нет» к чему-то или немножечко попозже, но решить сначала семью. Приоритет расставлять. Приоритет должен быть, да, семья, чтобы здесь была гармония во всем. Тогда будет благословение стекать и дальше. То есть чтобы не потерять то, что является ценным и важным уже данное Богом как дар. Да, как за Иисусом взять. Иисус брал учеников своих, и Он уединялся с ними. Хотя за Ним были готовы ходить толпой людей постоянно. Но Он все равно, Он был с толпой людей, потом так аккуратненько, чистенько в лодочку всех посадил и поплыли дальше. Нам надо быть вместе. Ну вот если говорить о тех вопросах, которые связаны с мамой, да, которая не знает, как ей поступать, не знает, как ей говорить с детьми, как говорить с мужем, то на самом деле просто надо вернуться к понятию ценности. Ценности своего сердца. Вообще кто я? Кем меня видит Бог? И разбираться вот с этой ложью шаг за шагом. Потому что если у тебя есть восприятие из вот этих наслоений, каких мы уже называли, там, и традиций, и там взглядов, мнений человеческих, а у Бога-то Он никогда не был другой взгляд. Он всегда видел нас очень ценными. Он не просто так цену великую положил за каждого. И не просто в общем, а именно таким путем, чтобы каждый мог осознать, кто Он, а потом уже в этой ценности двигаться. Я думаю, что это один из ключевых моментов, который позволяет человеку идти на преображение, когда ты начинаешь понимать, кто ты. Да. До тех пор, пока ты это не понимаешь, что ты будешь все время прислушиваться, что о тебе кто-то сказал, или как я там выгляжу со стороны того или того человека. Ты можешь выглядеть по-разному, и по-разному будут о тебе говорить. Но самое ценное и важное – это то, что думает о тебе самый важный человек. Либо самый важный по сущности своей, которым является для нас Бог, что Он о нас думает. И когда ты эти вещи начинаешь узнавать, то меняется жизнь кардинально. С этим я согласна сто процентов, что даже мнение людей, оно меняется. Даже самых-самых близких людей мнение меняется. Но если мы знаем нашу уверенность в Господе, как Бог на нас смотрит. А уверенность эту… Помните, как Давид говорил? Давид говорил, бывало, когда у него душа унывала, он разочаровывался в каких-то моментах. Он говорил, что ты унываешь, душа моя. Что смущаешься, упавая на Господа. И я буду еще надеяться, да? Божье есть в Господе, как Бог. Начинать Исаию читать. Песни-песни. Песни-песней. Да. Да, безусловно. Божье Слово уже все нам предусмотрело. И на самом деле, когда мы говорим о призвании, когда мы говорим о том, кто я во Христе, кем меня видит Бог, то это и есть выход, друзья мои. Господь хочет, чтобы вы прочитали, может быть, прямо сегодня, 54 главу Исаии. Но поставь туда свое имя. И не плачь больше над тем стихом, что «бедная бросаемая бурей», а посмотри, что я положу основание твое на камнях, на рубинах. Я сделаю окна твои из драгоценных камней. И Господь имеет в виду сегодня совершать вот эти великие преображения с каждой женщиной, которая соглашается не оставаться там, где она находится сегодня. И даже если ваше место очень хорошее, но Господь имеет в виду с нами всегда двигаться дальше, Он не иссякает в своих возможностях, в своих желаниях нас двигать выше, глубже и дальше. У нас есть еще, наверное, такой аспект, к которому хочется вернуться, это призвание, связанное и со словами. Да, и вот именно то, что мне тоже было сейчас спросить у вас. Ну, по крайней мере, слова – это то, чего мы касались на конференции в том числе. Потому что это неотъемлемая часть женщины. Вообще человека, да? Для женщины это особенно… Ее квалифицируют, это слова, это способность говорить, много говорить. С одной стороны, это дар Божий, с другой стороны, как любой дар, он имеет ответственную сторону. Да. И если ты получил его, как его используешь? К созиданию или к разрушению, либо к небрежности. И я хочу сейчас прочитать одно стихотворение. Надеюсь, что я его сейчас найду. Связанное как раз со словами. И слова, друзья мои, это инструмент. Это строительный материал. Это выражение нашей личности. Это выражение наших эмоций. Это выражение нашей внутренней жизни. Внутреннего мира. Более того, слова – это энергия духовной жизни, идущая от самого Бога. И если Илия помолился словами, и небо было закрыто, а потом помолился, оно было открыто, то у нас с вами есть такая привилегия. Говорить так, чтобы менялись обстоятельства. Говорить так, чтобы преображались судьбы. Но чтобы слово было работающим быстро, то надо набрать вес этим словам. И набирается вес в течение бытовых вопросов. Не тогда, когда мы приходим в молитве и говорим, «Господи, вот сейчас мое слово каждое будет взвешено». Хотя и в молитве часто люди не взвешивают особенно слова, как я уже сказала, по горечи, по обиде, по боли, которые просто выливают Богу и объясняют Ему, пересказывая то, что живет в сердце, потому что не отпустили обиду и не простили. Но здесь идет речь, в принципе, что я на молитве как-то все-таки думаю, о чем я разговариваю с Богом. А вот тогда, когда в течение обычной жизни, то здесь могут быть очень разные слова. И более того, особенно когда меня никто не слышит, кроме тех, кто меня сейчас раздражает, а это могут быть дети, это может быть муж или жена, но взвешенное слово — это всегда победа. Это всегда возможность открыть Богу дверь. Это всегда возможность закрыть дьяволу его намерение и его план. Потому что он словами не владеет в смысле силой слова, поэтому ему нужны твои или мои уста. А дадим или нет их использовать, это зависит уже от нашего выбора. Может быть, прежде чем прочту стихотворение, что-то скажете о словах в своей жизни? Есть какие-то примеры? Я, знаете, вспомнила то, что слышала я, может, лет 15-20 назад, когда славяне начали приезжать в Америку и видели какие-то разницы между воспитанием в бывшем Советском Союзе и здесь. Столкнулись с проблемой наркотики, алкоголь и разводы. То есть получается, что те ценности, которые у нас были, как бы ценности семьи и ценности прекрасного хорошего воспитания, ценности прекрасной жизни, они просто начали разрушаться. И тогда никто не обращал сильно внимания. На слова. На слова, да. То есть многие говорили, что привезли детей на погибель. Слава Господу, что мои родители этого не говорили, и поэтому мы все благословлены. Но были люди, которые говорили это. И я думаю, что это, наверное, даже и вызов тем, которые, возможно, слушают нас сейчас. И вы вспомнили, что или кто-то, или даже вы, возможно, говорили эти слова, чтобы вы покаялись в этих словах и попросили Господа прощения, и изрекли слово благословение. Чтобы изрекли слово, что это поколение, что сейчас поднимается, это поколение, которое мы привезли сюда, эти дети, которых мы привезли сюда, они приехали сюда для благословения, чтобы принести жизнь в эту страну, в которую мы приехали, чтобы принести благословение в землю. Там написано тоже одно место есть, что куда не ступит наша нога, то нога будет благословенная, чтобы эта земля была благословенная. Вот это мне просто пришла такая память, на память. Хорошо, Наталья, я думаю, что это серьезное предупреждение и даже возможность изменить ситуацию. Дело в том, что если мы просто осознаем, то это первый шаг. Следующее нам надо сделать с тем, что мы уже высвободили когда-то это слово, что-то с этим надо сделать. То есть мы не можем сразу насадить следующее, нам надо убрать предыдущее. И в этом смысле убирается оно тоже определенным механизмом, когда я осознаю и говорю, Господь, прости меня, потому что я хозяин слова. И Господь дал мне эту власть и назад ее не забирал. И когда я уже сказал, то к этому слову присоединяется духовный мир, либо Божий, исходя из того, чьим курьером я сейчас являюсь, либо дьявольский, потому что у него, как я уже сказала, нет силы слова. Ему надо завладеть устами. И поэтому, если я произнесла его программу, то мне надо это понять и сказать, Господь, прости меня, что я дал или дала свои уста в употребление врагу, и тем более против собственных детей. Поэтому прости, и я сейчас каюсь перед тобой и забираю в силу слова. Да. Разрушь основания для этого слова. И после этого высвобождаю уже другое. И благодарю тебя, что у тебя есть план на моих детей, что он уникальный, и что они обязательно состоятся в тебе. И если я натворил ошибок и в словах, и, может быть, в образе поведения, в жизни, во взаимоотношениях, то теперь благодать твоя мне нужна, чтобы исправить ситуацию. Не благодать, чтобы все смазать и все прикрыть, а благодать для исцеления ситуации, потому что это сила там, где ты когда-то не получал успеха. И вот мне пришла на память история, которая описана у пророка Исаии в 7 главе, где идет речь о военных действиях. И во время военных действий пришли сирийские войска и начали говорить негативные слова на Израиль. И Господь посылает пророка и говорит, но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. То есть ты пойди и скажи, это не состоится и не сбудется. Поэтому Господь и сегодня говорит всем сирийским, асирийским, филистимлянским, кто бы это ни были, какие бы войска ни шли на твоих детей, ты можешь сказать, а Господь Бог говорит, это не состоится и не сбудется. Если это имело силу, вес и значимость раньше, оно имеет значение сегодня. Поэтому, друзья мои, имейте это в виду и используйте это как ресурс божественной власти, который есть в ваших и в наших устах. Поэтому применяйте слова по адресу. И только то, что вы хотите видеть в своей жизни, в жизни своих детей, это произносите. Не сразу это будет получаться, но вы не огорчайтесь, главное, не опускайте руки. И тогда, когда вдруг вышло опять неправильное слово, вы также не ждите там года, не ждите месяца, когда оно прорастет. А сразу скажите, Господь, прости меня, опять вышло не то слово. И если это часть моего сердца, нуждающаяся в исцелении, дай мне это увидеть. Над чем мне надо поработать, чтобы эти сорняки не выскакивали, не прорастали, эти колючки не кололи. И поэтому, друзья мои, если вы что-то уже в своей жизни наблюдаете за своими словами и речью, то вы обнаружите, когда-то у вас уже получалось, когда-то еще не получается, но Господь на вашей стороне. А значит, когда вы будете посвящать Ему свое сердце, свое время, свой разум, свои уста, то будет удивительным образом Бог брать их в удел. И мне сейчас приходит на память одна история. Мы находились в одной семье, молились как типа домашней группы. Это было днем, потому что я на тот момент имела такую возможность днем тоже встречаться. И у этой женщины, у нее были небольшие дети, и поэтому мы так собрались и молились. У нас были свои задачи для молитвы. И вот только мы начали молиться, и вдруг кто-то у соседей включает музыку. И причем так включает, что я не слышу то, что она говорит, стоя от меня в полуметре. И эта музыка, она гремела, как будто вот приставили к батареям, да, и вот если многоэтажные дома, то там все это проходит очень близко, этот звук, и очень сильно. И еще и громкость большая. И со всех сторон, так скажем, она тебя окружает, эта музыка. Ты не то, что не слышишь, ты уже думать не можешь о другом, потому что у тебя только это вот бабаханье, и причем такая музыка, которая не льстит ухуй, не ласкает слух. И я тогда применила все, что знала на практике, чтобы запретить дьяволу мешать молиться. Но ничего не срабатывало. Причем раньше срабатывало, а в этот момент нет. Я тогда сказала, Господь, я не знаю, что надо сказать, я сказала уже все, что я знала. Я тебе просто отдаю свои уста. Наполни их сейчас тем словом, которое сработает. И вдруг я слышу, как я произношу. Я прям, знаете, вот такое ощущение, что ты со стороны. Я говорю, это мои уста, я не в забытии, я не в трансе, я нормально все понимаю, да, но я произношу слова. Я посвящаю каждый этот звук в твою славу. То есть по логике я бы никогда это не сказала, потому что я не знаю, как такие звуки посвящать во славу Божию. И в принципе, что... Но с другой стороны, если я здесь, и дьявол пришел на мою территорию, то все, что я делаю, оно служит во славу Божию. Значит, если ты посылаешь эти звуки, я их тоже туда отправляю, а Бог разберется, что с ними делать. И только я сказала эту фразу, мгновенно музыка останавливается. И причем сразу тишина такая, знаете, когда вот гремит, гремит, а потом резко. И вот в этой тишине мы тоже замолчали, потому что это была вот реальная Божья победа. Через несколько минут опять попытка. Я говорю, и эти звуки в Божью славу. Опять остановка. Причем это уже не было там две минуты. Это тут же остановка. И третий раз попытка еще нажать на клавишу была, но и точно так же она быстро закончилась. Это значит, когда ты нашел какой-то ключ, применяй его. Это не значит, что дьявол туда не постучится в эту дверь. Или не попытается опять пролезть. Но ты поставь заслон уже крепко, потому что Господь дает тебе какой-то инструмент. И на самом деле, когда мы посвящаем ему себя, свои уста, свои мысли, свое сердце, он там и производит свои чувствования. Да. Это достаточно легко и здорово так жить. Да, это как бы, знаете, наш язык это серьезно. И если написано, да, что жизнь и смерть во власти языка, и кто-то нас сейчас слушает, смотрит передачу и думает, что я говорила слово, какое-то проклятие моих детей, слово, высвобождало, ну, негативное слово, там, ты умрешь, или я умру, или я уже не хочу жить, я не хочу что-то, или даже вот такое бытовое, что мы не обращаем внимания. Не лезь туда, потому что упадешь. Не иди туда, не бери машину, потому что разобьешься. Разобьешься. Это мы не благословляем. И потом мы можем говорить, Господь, благослови и сохрани, но мы первые высвобили слово. Это надо просто позвонить человеку, которому ты высвобил это слово, и покаяться перед ним. Хорошо, когда есть мудрые люди, которые уже слышат подобного рода слова и говорят, а это не принимают. Да. Но с родителями это бывает сложнее, потому что там власть еще срабатывает. А вот в быту такие вещи могут быть. У нас была одна девушка в школе христианской, и я понимала, что мы их отдаем уже сейчас, они пойдут в колледжи, пойдут дальше учиться. И поэтому давала им еще какие-то наставления на библейском уроке и говорю, вы знаете, вас могут по-разному воспринимать люди, тем более, что вы будете отличаться от них моралью, будете отличаться ценностями. Не все будут это принимать, хотя это нужно будет каждому, но будут испытывать вашу крепость насмешками, определенного рода какими-то высказываниями. Поэтому не попадайтесь на это. Знайте, чем вы владеете и кем являетесь. И поэтому, если что-то кто-то в ваш адрес скажет неприятное, скажите, я это не принимаю. И вот одна девушка рассказывает мне уже потом, как это случилось, когда она пошла также в колледж, и какая-то там подружка или, по крайней мере, одноклассница, однокурсница высвободила в ее адрес какое-то негативное слово. Она посмотрела так на нее и говорит, а я это не принимаю. Она говорит, и что? Она говорит, ну оно к тебе вернется. Она говорит, как это ко мне вернется? Ты хочешь сказать, я такая? Она говорит, нет, я ничего не говорила, это ты сказала. И оно к тебе вернется. Она говорит, нет, я этого не хочу. Я говорю, ну тогда не произноси. Хорошо. И вы знаете, вот с этого момента, буквально с первой встречи, да, поставила всех на свое место. Никто уже на нее не говорил никогда никаких слов. То есть это опять с пониманием, кто ты, как ты двигаешься по жизни. И если мы наших детей научаем таким вещам, они уже знают, как это применять, то они легко реагируют на подобного рода высказывания. Они, более того, парируют, да, то есть могут это все отбить так, что оно к ним больше не приблизится. Ну и вот я хочу прочесть стихотворение. На мой взгляд, оно может даже стать пожеланием и для каждого, кто нас сейчас смотрит. Словно травы шелестят слова, как слова и травы в жизни схожи. Говорим, целебная трава, и есть слова целительные тоже, и есть слова, исполненные яда, и есть простые, словно васильки. А порой с собою нету сладу, если в речи всходят сорняки. Есть слова, пьянящие, как розы, есть сухие, как степной ковыль. Есть слова, рождающие слезы, горькие слова, слова полынь. Слово можно душу покалечить, слово можно рану исцелить, бремя безысходности облегчить, веру и надежду воскресить. Я смотрю на лук в цветы одетый, как прекрасен сочных трав покров. Научи нас, Бог, дарить букеты, состоящие из добрых, мудрых слов. Вот такие букеты дарите своим детям, дарите дети своим родителям, дарите мужья женам, женам мужья, не просто цветок, а букеты. Разнообразные, красивые и наполненные красками, наполненными жизнью и благоуханием. Мы уже можем подходить к определенному итогу, у нас осталось не так много времени. Я хочу вернуться к теме слова с учетом того, что люди могут переживать впоследствии. Например, уже прозвучало, мне тогда незачем жить, или я не хочу так жить, или когда с таким я не буду дальше жить, ну и прочие вещи, да? То есть это слова, утверждающие право духа смерти контролировать жизнь человека. Сюда же относится наличие абортов. Но я так понимаю, что христианскую сферу это не касается, либо очень мало касается, потому что все-таки такие случаи есть, либо люди, которые пришли из мира и стали частью церкви, и вот у них есть этот багаж. И как его убрать? И в принципе, что происходит с человеком, который оказывается вот на поле духа смерти? Тогда он будет навевать мысли подобного рода. Тогда все становится одним цветом, то есть бесцветная жизнь, нежелание жить, вот дыхание депрессии, да, которое может приводить человека к подобным вещам. Но депрессия тоже не берет просто так право, она ему дается, это право. И вот право от слова самое первое. Что ты мыслишь, что ты говоришь. И поэтому, если посмотреть, мне как-то пришлось рассматривать исследование одного человека, занимающегося мозгом, христианина, это женщина, которая смогла показать даже в картинках, что такое негативные мысли в нашем разуме. То есть статографировали мозг. и тогда, когда мысль, которая развивается и занимает территорию, а она формируется, мысль в течение семи дней, как почка, если ты думаешь об этом, семь дней, допустим. Если уже до 21 дня, там уже росточек определенный, но если уже больше, там, сорок, три цикла по 21 дня, то это уже начинает развиваться определенное дерево, и оно заполняет разум. Если говорить о негативных мыслях, то там увеличивается не дерево, а пропасть. Начинает возникать пустота, которая съедает имеющиеся до этого деревья. Вот наши мечты, наши ожидания, надежды, да, это же как раз и есть эти деревья. Да. И если посмотреть, что говорит даже Давид, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод. идет кто? Кто размышляет о Божьем слове день и ночь, о воле Господа, воле его в законе Господа и размышляет день и ночь. То есть ты размышляешь, и деревья растут, и твоя жизнь становится естественно посажена у потока вод. Потому что ты берешь это из его источника, потому что это питает тебя. И вот почему, друзья мои, важно не только обращаться к этой книге периодически, а лучше еще заучивать наизусть. Какие-то тексты писания, может быть, переписывать, заучивать, для себя отмечать. И вот тогда, когда человек начинает в этих вещах практиковаться, то это прорастает в нем. Это становится его частью. Почему Иисус мог сказать написано, написано, написано? В 12 лет общаться с людьми, учителями закона, и они удивлялись его знаниям, его мудрости. А чем он отличался от нас, как человек, как ребенок, который мог так же читать, так же изучать, как и мы с вами. Причем, мне даже кажется, у него было сложнее, потому что свитков в домах не было. Ну да. Ему надо было проводить время в синагоге и там получать обучение. Поэтому слова это визитная карточка нашей личности. Слова это настолько мощно. Вся сила, вся сила в слове находится. Да, Наталья, у нас 5 минут. Если хотите еще что-то сказать телезрителям, вашим прихожанам либо людям, которые прихожане Царства Божьего или граждане Царства Божьего, скажите. Да, хочу каждому из вас сказать, чтобы вы мечтали, чтобы те мечты, которые у вас были, и возможно они уснули, вы немножко забыли за них, они где-то на каком-то, где-то на полочке какой-то сложенной у вас, что вы просили Бога, чтобы Бог воскресил вашу мечту, чтобы Бог воскресил ту мечту, которая была от него, от начала и осуществить, чтобы нам жест не просто прожить, но прожить ее достойно, достойно того звания, которое Бог даровал для нас, каждого. Не важно в каком-то возрасте находишься, или тебе 60 лет, или тебе 20 лет, Бог даровал мечту, и Бог спросит, насколько мы ее осуществили. осуществили. Не бойтесь делать что-то новое, не бойтесь спотыкаться, делайте шаги, маленькие шаги или большие шаги, делайте шаги веры к тому, чтобы Бог влаживать в каждую из вас. Бог хочет, чтобы каждый из вас состоялся. Огромное спасибо всей церкви Экклесия, которые прекрасно послужили во время этой конференции, которые устроили эту конференцию, которые сделали, осуществили ее. Благодарность конечно вам, что вы поделились с вашим словом, что вы много, много судьбы, много людей они поменяли, получили слово. То, что возможно, знаете, слышали перед этим, но это пришло, как возбудило новый смысл. Наверное, по-другому оно немножко было услышано и по-другому оно просто воспринялось. Благословение каждому из вас очень дорогое. Иисус вас сильно любит каждую. Каждая, которая сейчас слушает, или каждый, который сейчас слушает, Иисус сильно-сильно любит вас и хочет, чтобы вы были счастливы. Спасибо, Наталья. Я полагаю, что, друзья мои, то время, которое Бог определил для каждого из нас сегодня, это особое время, потому что самая сильная идея, время, которое наступило. Так вот, наступило время женщинам выходить на арену жизни, выходить в том призвании, которое Бог вам предназначил, нам предназначил. Это призвание многогранное, многообразное. Мы сегодня не коснулись этих граней в большинстве, только коснулись некоторых, но имейте в виду, все, что горит в вашем сердце, это не загорелось просто так. Господь в этом имеет свою причастность. Попробуй, зажги мечту, не получится, ее дает кто-то, и призвание дает тот, кто нас вызвал к жизни, и счастье приходит, в реализации призвания, и имейте в виду, что призвание, оно не вне, оно внутри тебя, и когда ты берешь семена, то ты знаешь, что ты хочешь посеять огурцы или помидоры, это разные семена, и из помидора никогда не вырастет огурец, потому что вписана в само семя уже программа на жизнь, и поэтому внутрь нас вписана программа на жизнь, ее кто-то вписал, и из-за того, что у нас заниженная самооценка, мы часто можем не услышать голос Бога внутри себя, потому что не считаем его важным, просто не привыкли прислушиваться к себе, но начните прислушиваться, потому что Божий голос внутри, и он долго ждет, когда же ты откроешь то сердце, где уже сокровища приготовлены на реализацию призвания, потому что то призвание, которое дает Бог, оно практикуется, и оно обеспечивается, и также хочу сказать, что призвание, оно, или от него зависит количество лет жизни, и поэтому сколько ты проживешь, и какими будут эти дни, зависит тоже от вхождения в призвание, я хочу сейчас завершить это короткой молитвой, драгоценный Господь, я хочу помолиться о каждом человеке, кто является сегодня, жителем уже твоего царства, гражданином твоего царства, чтобы каждый вошел в свое призвание и был там реализован, я благодарю тебя, Боже, за то, что ты царь, за то, что ты царствуешь, и за то, что ты любишь миловать, спасать, и поднимать, и вдохновлять тех, кто тебе очень дорого ценен, я благодарю тебя за это, и сейчас во имя Иисуса Христа передаю тебе и каждую женщину, кто была свидетелем этого эфира, да будет так, во имя Иисуса Христа, аминь. Всего доброго, до новых встреч, до свидания, если вы хотите пожертвовать на это служение, на служение, которое мы с вами можем иметь здесь, то сделайте пометку, пометку на импакте, что это служение для, или пожертвование для служения Ольги Голиковой, и мы будем дальше с вами иметь такие встречи, такие общения. Спасибо, всего доброго, с Богом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»